Правилам поведения в лесу нас учат с детства. Однако ежегодно грибники и любители прогулок совершают одни и те же ошибки. Как подготовиться к походу и что делать, если заблудились, расскажем далее. Анфиса Зудина, заядлый фотограф, рассказывает, как однажды заблудилась в лесу. Она была так увлечена фотосъемкой, что только через пару часов поняла, зашла в самую чащу и потеряла ориентир. Пыталась найти дорогу домой самостоятельно, однако попытки не увенчались успехом. Я поняла, что самой выйти из леса у меня уже не получится, и я решила набрать с телефона 112 и вызвать спасателей. Дозвонившись, мне сказали, что меня уже ищут, чтобы я не волновалась, оставалась на месте и пыталась сохранить заряд телефона. История Анфисы закончилась благополучно. Спасатели оказали ей помощь. Сейчас на территории Самарской области действует запрет на посещение лесов. Это связано с высокой пожарной опасностью. Однако после снятия режима территории будут снова доступны для прогулок. К походу в лес нужно готовиться заранее. Начать лучше с выбора одежды. Она должна соответствовать погоде, быть закрытой, многослойной и хорошо заметной среди деревьев. Если вам жалко надевать яркую какую-то повседневную одежду в лес, то вот такой жилет стоит недорого. Он довольно легкий. Вы можете легко накинуть поверх куртки и будете яркими и заметными в лесу. Также нужно приготовить туристический набор, который поможет вам в трудную минуту. Положите туда жизненно важные лекарства и еду. Для перекуса подойдут орехи, сухофрукты, питательные батончики. Они высококалорийные, а значит, подарят много сил и энергии на природе. Обязательно нужно запастись водой. Не менее литра на человека. Хорошо, если в этом наборе окажется компас. Если вдруг поняли, что заблудились, не стоит паниковать. Остановитесь и подумайте, откуда вы пришли. Сделайте глубокий вдох и прислушайтесь. Если поблизости слышный шум транспорта, голоса людей или лай собак, вы находитесь недалеко от населенного пункта. Отвечайте шумом на любой шум. Кричите, свистите. Любым доступным способом обозначайте свое местоположение. Вещь, без которой не обойтись, это мобильный телефон. Накануне похода зарядите его на 100%. Также захватите с собой портативный аккумулятор и кабель. В случае возникновения экстренной ситуации, звоните в службу спасения по номеру 112. Помните, это возможно, даже если находитесь вне зоны действия сети или в устройстве отсутствует сим-карта. Наталья Никитина говорит, что без мобильного не выходит никуда. 20 лет назад ей пришлось ночевать в лесу. Женщина заблудилась, а телефон забыла дома. Я уже подуставшая. После рабочего дня, после беготни по лесу, под дождем присела под дерево, укуталась в курточку. Думаю, отдохнем, подождем рассвета. Спать в лесу одной, в темноте, жутковато. Лес живет своей жизнью, шорохи, трески, все шевелится как будто. Наталья проснулась утром от звука машин, сориентировалась и вышла к трассе. Специалисты отмечают, лучший поиск – это тот поиск, которого не было. Беду лучше предотвратить, чем разбираться с ее последствиями. Поэтому о предстоящем походе в лес и времени возвращения важно всегда сообщать своим близким. А если планируете настоящий туристический маршрут, то об этом необходимо уведомить МЧС России через официальный сайт или единую диспетчерскую службу. Соблюдение этих простых правил сделает ваш поход в лес комфортным, а главное – безопасным. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Ксения Баканова, Константин Головин.